организацию не объяснить. С тех пор измерение космических лучей, их спектра, состава и гадания по поводу того, кто же их производит, становится все более и более популярным, установок становится очень много. И главное, в последнее время появились совершенно новые, неожиданные результаты, касающиеся состава космических лучей и, может быть, проливающие свет на гипотезу их происхождения. Но прежде всего, космические лучи сверхвысоких энергий, поскольку максимальная энергия космического частица, пришедшая на Землю, точно зарегистрированная, составляет, по-моему, 2 или 3 на 10,20 степени электрон-вольт. Это примерно энергия, равная кинетической энергии теннистого мяча, для большого тенниста, летящего со скоростью 100 км в час. Но здесь это одна частица, один протон или одно ядро, а не целый мяч. Семинар у нас сегодня будет построен из четырех докладов. Состоять пять докладов он не совсем готов, но и вряд ли мы его бы успели. Это про механизмы генерации космических лучей сверхвысоких энергий. Если у нас время останется, я, может быть, немножко по этому поводу еще поговорю. А четыре доклада у нас следующие. Первым, Павел Конштатов нам расскажет о методах наблюдения и основных результатах наблюдения всего спектра космических лучей. Потом Владимир Башмаков расскажет о механизмах ускорения космических лучей стандартных в оболочках сверхновок, прежде всего применяемых. Дальше мы обсудим некоторые, не имеющие пока ответа, измерения и физические гипотезы. О них нам расскажет Александр Пахилов. И последний, четвертый семинар будет про установки и способы наблюдения космических лучей сверхвысоких энергий. Ну и о результатах, имеющихся в этих наблюдениях, нам расскажет Павел Бушуйкин. Давайте начнем. Вопросы прошу задавать прямо по ходу.